Смотрите, я начинаю потихонечку снимать. Сейчас мы снимем всех жителей, которые здесь у нас присутствуют. Мы против! Вот, и теперь, в принципе, можете начинать. Ну, вы можете не смотреть, в общем-то. Я могу в тексте? Да, 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 читайте. Здравствуйте! Мы жители домов номер 35 по улице Революции 1905 года. Номер 48 и 52 по улице 9 января вынуждены обратиться к средствам массовой информации с тем, что мы жильцы категорически против строительства в нашем дворе объекта, назначения которого мы даже толком не знаем. Из объявлений, расклеенных на дверях подъездах, мы узнали, что 13 мая 2020 года администрация нашего района планируется провести собрание Кстати сказать, проведение собраний всех видов запрещены по вопросу переноса границ. Но на самом деле нас поставили перед фактом, что мы будем лишены придомовой территории госпостроек, которые были построены в 1957 году, для удобства жильцов, так как в наших домах нет подвалов. И элементарно негде хранить картофель, консерванты, разную прочую домашнюю утварь. На вопрос, каким образом будут подъезжать автомобили, кареты скорой помощи, транспорт МЧС, где будет располагаться детская площадка, спортивная площадка. Представители администрации, которые нам так представились, ответили Уберите ваши полисадники, развели тут оранжереи. Согласие якобы наше есть, которое мы дали в 2019 году на проведенном собрании. Это неправда. А если имеется протокол 2019 года по проведению собрания, это фальсификация. Также нам было заявлено, что вопрос строительства уже решен на всех уровнях. Позвольте вас спросить, господа чиновники, где вы были, когда согласовывали план застройки многоэтажными домами, территорию жиркомбинатом, территорию трамп-парком, территорию сельмаш. Почему не продумали и не запланировали строительство на этих территориях? Школ, детских садов, яслей. Не имеет ли места здесь коррупционная составляющая? Почему должны расплачиваться мы, наши дети, наши внуки? В пользу случая обращаемся к руководителю Департамента имущественно-земельных отношений, главам района и города. До каких пор будет иметь место произвол? Пожалуйста, остановите незаконное строительство. Мы вновь!